привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это геральт во втором ведьмаке и мы с вами продолжаем геральтовские приключения сделали мы конечно прическу такую себе непонятную ну да ладно прическами мы потом еще может быть займемся а сейчас я хочу все таки зайти к этому самому ларедо давно у нас уже висит это задание она первая которая появилась мы занимаемся всем чем угодно кроме того самого лареда поэтому туда нам идти надо вечером гера давай мы с тобой сядем и подождем до заката очевидно как то так вечером зайти в резиденцию лареда говорят нам и это куда-то туда как-то мало похоже на вечер ну вообще-то вечер до вечер где у нас ларь лареда говорить а че так прямо сразу нельзя заперто так а тут есть сундук а моего до моего это уже отбирали лареда хотел меня видеть комендант занят приходи вечером а сейчас что не вечер что ли блин и как мне теперь этого вечера дождаться но пошли тогда пострижемся что ли где там был этот у нас парикмахер где-то напротив кузнеца нет это мясник а кузнец было здесь тоже вот так вот смотри не вывески у него нету ничего вот его домик мои цены останутся прежними и вашу гильдию я вступать не собираюсь . я прошу вас изменить свое от того все прессуют все прессуют кузнеца слушай или здесь к нему можно было зайти краснолюцкие кузнецы нет никак нельзя все таки только там все равно бегаем нам вечер нужно ждать вечера мы всегда можем а мы можем подняться ну-ка что там у нас гера зачем нам здесь зачем мы здесь странно очень а вот он этот прессователь пошел так ну ладно давай зайдем сюда они прокляли тебя и твой рот поганый ну да вход только один и никаких вывесок вот поди догадайся так а где парикмахер то сам давай в деле куда вы его деле это очень странно боги прокляли тебя да 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 куда деля парикмахера это очень странно почему его тут нету дождик пошел так ты парикмахера не видел это ервит разыскивается это мы знаем может его тоже уже куда-нибудь забрали вздернули еще что-нибудь посмотри на тем не менее мне кажется уже вечер давай попробуем еще раз тем более тут так мокрый теперь может эти теперь смотри пошел дождь сможет они уйдут нет они нифига не ушли ларега хотел меня видеть комендант занят приходи вечером детишки чё за мной бегаем детишки бегают за геральтом хорошо ну вот бестолковщина скажешь да что тут скажешь бестолковщина а я говорила что гроза будет ну что тут скажете со мной это вообще толпа бегает детишек а они так и бегают толпой за мной но я не знаю куда делся парикмахер только захотели постричься и вот тяна я его не вижу не ну я должна была его видеть но его нету это его вполне возможно что он в таверне но такое себе елки ищи этом тайности никаких за шкафами нет вроде не но не то что мне конечно так сильно прямо был нужен парикмахер не просто надо убить время вот это у меня мысля появилась что еще салага может честным трудом займемся хоть на время сейчас мой коллега скажет тебе кое-что очень важное послушай меня внимательно и запомни да чего никогда больше такого не говори зато дождь прошел уже вечер лореда хотел меня видеть комендант занят приходи вечером смелый какой я не знаю что делать давай будем ждать ожидание я могу пождать а я могу пождать немножко ну вот так вот вот 21 это вечер вообще уже темно тебе чего комендант хотел меня видеть сдавай оружие и заходи смотри за ним в оба более ради волк мне тоже надо поболтать с господином комендантом вы заходите нет слушай меня внимательно я офицер а ты мелкий про щелыга и если я захочу чтобы ты идем уже раше с таким войском лореда даже пьяных лесорубов не усмирит что там говорить про йоррита баллиста этот ублюдок обзавелся баллистой ты хоть представляешь силу этого оружия о да плечи усиленные медными плитками тетива из конского волоса эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю умелый расчет может сделать два выстрела в минуту однако отдача так сильна что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно где-то я это уже слышал да 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 ты разбираешься в баллистах теперь да знавал того кто разбирался а неважно надо вывести ее из строя иначе мы все будем зависеть от прихоти лореда они сейчас все в дугу пьяные я попробую отвлечь стражников остынь раше мне не хочется снова драться одному со всей толпой пока баллиста работает никто не пройдет по понтеру без ведомой согласия лореда я этим займусь ты лучше иди выпей подумать как сломать баллисту какую баллисту а вот эту баллисту а у нас оружие забрали слушай а все забрали блин да все забрали прям вот все-все и посмотри одни книги оставили давно я так хорошо не развлекался ну давай сначала пойдем посмотрим на что ж ты пиндюк меня сверлишь глазами чтоб твою мать вот я пойду но стучу твоей маме чтоб твою мать разнюхивают тут как в сыну помойке давно я так хорошо не развлекался еще бы а это узнаете на дорожку чтоб твою мать разнюхивают как в сына помочь чтоб твою мать что ж ты пиндюк меня чего надо уродец ой а чё это уродец уродец но ты прямо скажем не красавец но не расстраивайся женщины таких любят больше чем гладеньких мальчиков но ты все-таки ужасно страшный не хочешь развлечься сейчас не могу но я найду тебя в городе попозже как тебя зовут маргарита маргарита а что за сюрприз а ну-ка подожди я хотел устроить сюрприз моему приятелю видишь вон того грустного парня у баллисты на днях один козел хотел чтобы я ему стихи читала я таких глупостей не люблю я имел ввиду нечто более обычное и что надо делать ну то что у тебя лучше всего получается то что ты умеешь лучше всего ладно только отведи его подальше от баллисты когда будешь им заниматься тогда придется доплатить как это за дополнительные услуги надо доплачивать такие правила будь по-твоему я заплачу а как по-другому договоримся услуга за услугу пожалуй ты можешь кое-что для меня сделать и что же у лареда есть два халуя мирон и альфонс если ты надерешь им задницу я даже отсосу тебя вот этого не на уже и так наделал дел во время казни не нужно никаких драк просто унись их как-нибудь это запросто так и а что кто мирон и альфонс ты проучил их еще нет подожди а побороться на руках лен мирона и альфонса а где они нам двое важных господ заявились дожди мирон и альфонс они в городе или где они лучше добрый забавный не мирон ты солдат лареда только у каменька и с водкой тут заперто на счастье господин комендант прохода нет господин так ладно подожди дядя расскажет тебе сказку заперто а где мне искать мирона и альфонс а вот я связалась наверно надо было дать денег и не мучиться но опять же попробую может быть лучше доброй забавы у камелька лучше только у каменька и с водкой а уж совсем хорошо если есть а вот альфонс тебе сказку слушай ты посмотри у них ракушка глава глаза хотят побороться на руках но для начала мы с вами сделаем сохран очку иначе это тут будет долго альфонс чего надо старик давай на руках хочу побороться на руках а мне что с этого будет ничего ты проиграешь а если выиграю будешь всем говорить что победил ведьмака так ты значит и есть геральт серый волк вроде того серый ладно понеслась что может быть лучше доброй забавы у камелька лучше только у мелька и с водкой если есть кого оттрахать на счастье господин комендант обо всем позаботился и правда иди сюда маленькая дядя расскажет тебе сказку чтоб тебя старый пень меня одолел пойду поем надо подкрепиться так это был альфонс а вот 2 до пялить без надобности знаете почему а вот лоредо так подожди-ка а не господи нужно так хорошо не развлекался не нужен так с кем поговорить без надобности знаете почему тут к нам его важно а краснолет ему выставила ножку чтоб твою мать что ж ты пиндюк меня сверлишь глазами чтоб твою мать вот я пойду чего надо старик ну все на одно лицо а вот вам поперить без надобности ручки чем я люблю выродков а я не люблю тупых мясников чего надо мутант давай поборемся на руках ненавижу мутантов я тебе раздавлю в рот это мы еще увидим что может быть лучше доброй забавы у камелька лучше только у камелька и с водкой а уж совсем хорошо если есть кого оттрахать на счастье господин комендант обо всем позаботился и правда ну вот странно ненавижу паршивых мутантов да ты уже говорил так маргарита дело сделано мир он и альфонс ты проучил их ясное дело ладно пойду займусь этим придурком давай давай маргаритка мы посмотрим хочешь расслабиться угрюмой ты наш я на службе да ладно все твои друзья отлично проводят время чем ты хуже а ведь и верно пойдем-ка мы туда не смотрим возьмем все все что ли я так хорошо не развлекался а еще бы а это узнаете вышел молоденький эльф на дорожку чтоб твою мать он не заметил ничего не заметил чтоб твою мать ведьмакам вам пялить без надобности знаете почему пошли дальше лареда занят у него это ведьма шиала позже заходи геральт идем к надо поговорить пошли рашид я боли что-то сделал надо мне эти как-то это сказать да подождем пока сиятельная госпожа наговорится с досточтивым хамом жалко времени просто так стоять кажется тут собрали стражу со всего флотзема и что надо бы осмотреться видел стрелка за домом да я его отвлеку а ты попробуй пробраться на задворке надо бы узнать что они так стерегут простите милдари я случайно услышал ваш разговор да что ты что надо хорошо собственно у меня к ведьмаку есть дельце я тут кое-что предложить хотел ну давай послушаем я так понимаю вы сюда не для собственного удовольствия явились правильно понимаешь вы уже слыхали что нибудь о чудище в реке ну слыхали да слыхали да что то такое слышал можно предположить что рано или поздно вам его наверняка закажут таким образом я допускаю что хватит уже допускать выкладывай наконец в чем дело наш благородный господин располагает частью ловушки приготовленный специально для этой бестии так за домом находится склад лореда держит там вещи реквизированные у купцов и путников и добра там очень много но ты знаешь где именно искать эту штуковину именно так я видел как солдаты коменданта выносили это устройство в сад они поставили ящик на платформе у самой стены со стороны ремесленного квартала зачем ты мне об этом рассказываешь потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудище удачи так стражника я беру на себя а ты попробуй пробраться во двор гениально гонусное предложение давай ка мы сделаем сохран очку сохран очки наша все не кстати надо почистить доложи обстановку чего молчать я тебя научу уважению к старшим по званию ой во флот за меваром руки отрубают да я тут нужник ищу твое счастье что тебя комендант ждет идем господин комендант в саду видимо к поймали не 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 подожди 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 или тут не предназначена потихоньку пройти не давай попробуем все таки будем можем боец доложи обстановку боец доложи обстановку чего молчать может гера может его как-то придушить потихоньку да нет да нет во флот за меваром руки отрубают да я тут нужник ищу ну вообще-то наверно может гера как-то это самое придушить боец доложи обстановку я не могу же ему сказать чтоб он там пригнулся или еще как-то ой чего молчать я тебя научу уважению к старшим по званию давай попробуем придушим как а как как где Вот Блин, заперто Ну что, я ж не буду выбивать Так, Вера, подожди Давай-ка мы зафиксируем наш Этот самый Прогресс, так сказать Ах, шала Ага Черт Хорошо Откуда ты взялся, тебя не было А, не, вон он, вон он, вон он Куда он идет? Черт, Вера, а это сейчас заметит А, вон они, стражники Тихо Тихо Давай, подождем, пока он сюда придет А будет уходить, мы его вырубим Во флот за мебором Надо было сохраниться, когда мы этого вырубили Вера Так, теперь вот этот Так, сохраняемся Гера и стелс Это что-то Вон там еще один ходит, да? Где он есть? Да блин Во флот за мебором руки Во флот за мебором Вы тут не видите ничего дальше собственного носа Он там так странно ходит Вот так делают во флот за мебором Все Да? Так, Гера, а теперь давай-ка мы с тобой все, что надо, пособираем Там были сундучки и так далее Что у нас тут? Гера, а теперь давай-ка мы с тобой все, что надо Тут есть кто? Что тут? Это мы куда попали? Это мы куда попали? Какие-то тут тайные сборища явно происходят Ладно Геральт Есть куча мест, где можно прятаться, конечно Так, ну и сундуки Сундуки, сундуки, сундуки нам нужны А тут мы, наверное, подслушаем Комендант Комендант, ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело Ты меня за дурака держишь? Человека, который снимает стражу с улиц, чтобы охранять ковры, тряпки и пряности, отобранные у купцов? Скорее за идиота Ты хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародейка Я управляю Флотзамом много лет Флотзамом правит страх перед Йорвитом Этот страх правит и тобой Я уже сказал, что мне нужно Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку Ох, комендант Однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму Хватит У тебя в голове помутилось от страха Подумай над тем, что я сказала И дай ответ, пока не поздно Интересно, интересно Подожди, нет, а что верну на Раши? Нам надо часть ловушки найти Вера, ты можешь, спрыгнешь? Сюда войти, наверное, не стоит Это же... Подожди, а где часть ловушки? Часть ловушки была где-то тут, да? Ага Здесь есть стража? Нет Геральт? Давай-ка мы все тут осмотрим Вау, а это что такое? Заперто Ладно Очень интересно подвальчик такой тут у нас Забираю просто, чтобы потом не отсвечивало Хотя растения все равно будут отсвечивать Ну вот А, тут можно прям перепрыгнуть Ну как? Можно было в ворота не входить Здесь никуда Так, ну вот Здесь мы уже везде были, да? Гера, Гера Да не маскируйся Это странно, да? Что? Дерево давай возьмем Забавно сделано, что Гера все-таки маскируется Ну вот только там, где надо Вот эти вот странные бочки, да? Которые можно, в принципе Не знаю, может быть, ими можно греметь Как-то вот привлекать внимание Так, да, и вот этот странный подвал Слушай, так вот Сюда мне лучше не заходить, да? Я так понимаю Залезть как-то я туда не могу Ну, как бы, как бы можно было на бочку Потом туда Да, но это не тот случай, да? И оружия тут тоже нету Мне хочется попробовать Поэтому что я сейчас сделаю? Я сейчас, наверное, сделаю сохраночку Я же могу здесь войти, да? Да, можно Вот Посмотрим, что у нас тут А, ну, если, понятно Ладно, все, зато выяснили Пошли, Геральт, пошли Теперь надо Увернуться Хорошо Блин Пидент, идент Только не говорите, что там опять стража пришла Не пришла? Нет, не пришла Гарнизончик-то ограничен Ну, что там Шаала задумала? Смотри, нам ничего не сказала Обидно, конечно, что их нельзя обыскать, но да ладно Что, Рашид, рубочку курим? Он мне сразу не понравился Смысл? Лореда хранит здесь Подарки от местных купцов Похоже, он ждет нападения Йорвита Кстати, я слышал разговор коменданта с Шаалой Не знаю, что они там обсуждали Но мне кажется, Лореда пытается провернуть с ней какие-то дела Посмотрим, что он скажет Человек теней Слушай, а этот Которому мы должны были отдать часть этой самой ловушке А куда он сделался? Вот же он, да? А нет, вот он Странно-странно, товарищ Ну да ладно Говорят, ведьмакам баб пялить без надобности Знаете почему? О, этот вернулся стражник Так, ну что, Роше? Что может быть лучшей доброй забавы у Камилька? Лудьте только у Камилька Ходи, тебя ждут И куда идти? Хибара-то не маленькая Тебе, то есть вам Значит, никуда ходить не надо У нас приказ пропустить ведьмака и никого более Сучий потрох Ладно Хочешь по-плохому, будет по-плохому Только без скандалу Не то вызову подкрепление Не нужно Передай Лореда, что я понял, к чему он клонит Ну, бывай, Роше Ну что, Роше нам помог На счастье, господин комендант обо всем позаботился Прохода нет Ты к коменданту? У меня к нему дело Желаю удачи У него, похоже, скверное настроение Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз И определенно в другом месте Да, Шалла, я бы поговорил Ла, ла, ла Ага, подожди Вот только по разрешению коменданта Вали отсюда Черт Блин А как же Нужен ключ Ну вот и ты Наконец-то Меня не пускали, пока здесь была чародейка Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше Чародейки думают, что им все можно Я слышал о том, что произошло в Тимерии За тобой выслали розыскную грамоту Дело паскудное Но я думаю, мы как-нибудь договоримся Я представляю здесь закон Я хочу знать, что легендарный Белый Волк Ищет в нашем Медвежьем Углу Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста Здесь? Скаэтаэли замешаны в этом убийстве Их следы привели нас во Флотзам Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился Если на руках Йорви, ты действительно королевская кровь Я помогу тебе его найти А вот я про... Про Роше спрошу Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше! А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют А потом уже думают А когда они начинают действовать То почти всегда льется невинная кровь Я надеюсь, что ты на нашей стороне На которой? Людей из Флотзама Которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты Офигеть Я не хочу в это вмешиваться Вы сами во всем виноваты Бандитам нет пощады Нет, давай-ка не будем вмешиваться Местные раздоры меня не касаются Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама На нас напали Ты просто не понимаешь Это ты чего-то не понимаешь, Лоредо Я, строго говоря, тоже не человек Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком Что у тебя белые волосы и глаза светятся Ты такой же человек, как и все Здесь война И верхом на заборе не усидишь А эльфы и краснолюды из Фактории Кузнецы, торговцы, звероловы Они охотятся, едят и спят вместе с людьми На чьей они стороне? Не знаю О том и речь, ведьмак Когда дерешься за жизнь Нужны только надежные союзники Не люди Флотзама Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас Но кто знает, что будет, когда Йорвид позовет их на последний бой Я достаточно видел, и меня удивляет только то, почему вас еще не предали А что так? Стража смотрит на нелюдей, как на мусор Я не понимаю, что их тут держит Я скажу тебе, что голод, Геральт Голод всегда рядом, если живешь в лесу Но ты прав, с этими актами враждебности нужно что-то делать Солдаты простые люди Когда Скайета Элли убивают твоих товарищей Как ты будешь относиться к эльфу, который продает цветные платки твоей жене? Ты ведьмак Твоя задача защищать простых людей от чудовищ Я же охраняю людей от опасности Притаившейся среди деревьев То, что он расист, понятно Вижу, куда ты клонишь Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом Так вот Йорвид не лучше Он даже хуже, потому что умнее и более жесток Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал Даже тебе не справиться со всем его отрядом У меня есть кое-какие мысли на этот счет Но я не буду вдаваться в подробности Белки что-то замышляют Они подбираются все ближе к гавани Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо Точнее и не скажешь Покуда Йорвид на свободе Люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений Я должен разузнать, что затевают Белки Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, Ведьмак? Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных Хотя... Однажды с нелюдьми придется что-то делать Вот, к примеру, твой дружок Золтан Он же общался с Йорвидом Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха! Не торопись, Геральт Доверие надо строить постепенно Шаг за шагом Убей Кейрона И я прощу твоим приятелям все грехи И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиду Интересно, какая награда назначена за голову Йорвида? Нет, я не хочу охотиться на Йорвида Я посмотрю, что можно сделать Я поговорю с Золтаном Надеюсь, ты примешь правильное решение Бывай Выбраться из имени Лореда Но обязательно выберемся Давай-ка мы глянем Что у него тут есть Хорошего Нужен ключ Лореда, может мне тебя прибить? Я бы это сделала с большим удовольствием В это окошко мы подглядывали Какие новости, ведьмак? Йорвид здорово вам досаждает Это верно Только Флодзам я ему не отдам Достаточно эльфы пожгли деревень и поселков Жители Флодзама ничем эльфам не обязаны Мы сами тут все построили Не на разваленных эльфских городов А в лесной чаще На пустом, значит, месте А надо будет Так напомним ушастым, где их место У вас тут много солдат для такой фактории Бандиты слетаются на торговцев Как мухи на говно Без армии с ними не справишься Мы крайний форт Тимерии в этом районе Но мы не станем кланяться шайке эльфов Так, ну ладно По крайней мере, переговорили А, или здесь Ого, здесь мы послушивали Пушка открыта Как неосторожно, как неосторожно Хотя мы так ничего толком-то и не узнали По большому-то счету Все, да Там на ключе Штука и здесь что-то Бунт в Азиме Нижечку мы с вами приобрели Кстати, давайте ее и почитаем Пока есть время Бунт в Азиме События, известные под этим названием Имели место сразу после таинственного возвращения Ведьмака Великий магистр Ордена Плающей Розы Яков из Альдерсберга Встроил планы сотворения нового, лучшего мира под собственным управлением Воспользовавшись властью над Орденом и стычками с Аской Атаэлями Которые грозили вылиться в войну Он выступил против короля Фольтеста во главе армии мутантов Бои в Азиме между Орденом с Атаэлями И верными королю войсками Вошли в историю как восстание в Азиме Хотя источники расходятся В оценке этого события Всем и признано, что Фольтест сумел Овладеть ситуацией и подавить повстанцев У нас это было с вами в первой части Ведьмака Очевидно Эти книжечки для того, чтобы Добавить лору Ход только по разрешению Коменданта Вали от седого Черт Ладно Пойдем Короче, я так поняла, что Прохода нет Да ладно тебе Что нам придется все-таки выбрать За кого мы? За Йорвета или за... То есть за эльфов или за людей? А там теперь опять стражник, да? Ну а там-то мне уже нечего делать Пойдем, наверное, все, да? Чего тебя тут терзают? Чего надо, старик? Увидимся У тебя приставал? Маргарита Может быть лучше доброй забавы у Камелька Луччи только у Камелька А ты охраняй, охраняй, да? У Камелька и с водкой А с пивком тоже ничего Не забудь свою железяку А То есть мы забрали железяку Железяку такое, говорит Ишь Железяку А почему у меня обувь сняли? Обувь почему у меня сняли? Или у меня не было? Были Почему с меня башмаки сняли? Доспехи Астру Гаусса О! Они хуже, но потому что Маита усилены в доспехе урона Снижение магического урона Два Сопротивление кровотечению Отравление Слушай, оно получше Ну как получше? Не сильно получше? Ну, получше А, а дырочка-то у нас тут только одна Только одна Ладно Так, Махакамский ставим Рензит Корт-то, кстати, получше будет Кровотечение, отравление На секундочку Другое дело, чтобы Махакамский имеет три этих самых для руны Но Корт однозначно посильнее Кровотечение на шанс убийства с одного удара Два процента такое себе На самом деле Диаболь Корт Давно лучше Так, ладно Что у нас еще из брони? Доспехи ворона Угу Сейчас мы на Геральта посмотрим Что за штаны у тебя, Геральт, у тебя и были такие штаны? Что это такое? Тяжелые кожаные штаны Ну, из доспехов больше ничего нету Значит, такие были Печатки Кравника Вообще, надо как-то Геру переодеть По-моему, он Это Ай, висит Смотри, этот самый язык висит Сзади Да Интересно, а если мы повесим? Сейчас, секунду Прямо Прямо Интересно Дрягу Если мы повесим Она то же самое дает А, броня плюс 3 Давай посмотрим, как она выглядит Короче Не лучше, прямо скажем Накер, что дает? Урон Не, ну так, Андреага-то всяко лучше Все-таки она броньку добавляет Пусть висит Андреага Образец яда Кейрана То есть, смотри, что получается Ой-ой-ой Все, слушайте, дайте отойдем оттуда Они же мозг вынесут эти Товарищи Так Так Скверный прием Гнусное предложение Итак Комендант Комендант оказался человеком занятым И его стража развернула наших друзей Самым непочтительным образом Посему они решили подождать внизу И поговорить Когда Геральт понял, что Лореда обсуждает Важные дела с магичкой То едва не вздрогнул Тут следует напомнить, что Ведьмак питает особое чувство К чарозейкам и никогда ни одной не пропустит А мастерица магического искусства Испытывает к нему исключительное расположение И вот оказалось, что чарозейка Втайне ведет важную беседу С самим самым влиятельным человеком в городе Геральт был просто обязан Подкрасться к дому С заднего двора И попытаться услышать хоть что-нибудь Нужно добавить, что от одного купца Геральт узнал, где раздобыть ловушку Против чудовищ Даже в такие минуты Ведьмак размышлял Как бы изловить Живущее в реке чудище А ловушка могла бы оказаться Очень кстати Чтобы ее получить Нашему герою Нужно было только пробраться На задворке резиденции Лореда И обследовать сундук На деревянном помосте у стены Успешно преодолев все преграды Избежав встречи со стражниками Ведьмак пробрался через сад На задней дворке дома Там он услышал разговор Коменданта и чарозейки А послушать было Что наш герой тихий Как после супружеской ссоры Вернулся к Вернону Роше Послушав важное сведение Геральт возвратился к Роше И оба направились к Лоредо На этот раз через главный вход Впрочем пустили к коменданту Только ведьмака Лоредо сделал ведьмаку предложение Геральт ловит Йорвета И тем самым возвращает Коменданту долг За жизни своих друзей Не стоит объяснять Сколь сложным было задание Если с ним не смог справиться Целый гарнизон солдат И все-таки ведьмак принял заказ Итак, Лоредо простился с Геральтом Едва ли не по-товарищески Комендант был уверен Что получил совершенное орудие Для воплощения своих планов Но время вказало Как он ошибался Да, я тоже так думаю Что Лоредо ошибался Ну что ж Надо продолжать Наши Наши приключения Я смотрю на курточку Геральта И как-то она вот прям Какая-то Куция Куция Попа торчит Пузо вываливается Не знаю Посмотрим Может я оставлю доспех ворна Ну а пока друзья Я с вами прощаюсь Огромнейшее спасибо Всем кто это видео посмотрел Всего вам хорошего И пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok